Казахстанская Медиа Академия представляет Медиа Репортаж Здравствуйте, я Гулим Акаева и вы смотрите Медиа Репортаж на телеканале Казахстанская Медиа Академия. Чем удивят дизайнеры на посткарантинной неделе моды? Можно ли носить лен в феврале, а кожу в июле? И действительно ли черный стройнит? Мы находимся на главном модном событии страны, на Казахстанской неделе моды. В Театре оперы и балета имени Абая. Какой пройдет неделя, зависит от дизайнеров. Оставайтесь с нами. Ивсен Лоран говорил, что элегантным может называться лишь столь ослепительное платье, что его нельзя надеть дважды. Казахстанскую неделю моды открывает коллекция Аиды Кауменовой, которая уже не первый год удивляет публику. В этом году ее показ состоит из трех блоков. Первый посвящен национальному стилю. Второй, по ее словам, белый блок представляет эко-стайл одежду. А в третьем будут показаны эпатажные наряды вторичного потребления. Поношенные джинсы в сочетании с национальной одеждой. Помимо Аиды Кауменовой, в первый день Казахстанской недели моды представляют свои коллекции Радмила Павлова, Динара Саджан, Алексей Джен, Джаркен Баймаханов и бренд Арунас под руководством Назым Карпыковой. У каждой коллекции есть своя изюминка и особенность, но объединяет их одно – любовь к природе и осознанному потреблению. Быть модным дорого? Относительно, 50 на 50. Натуральный мех или эко-мех? Натуральный мех. Вертикальные полоски вытягивают или нет? Я не знаю. Главный аксессуар сезона? Часы. Подиум или фото? Подиум. Каблуки или кроссовки? Кроссовки. Быть модным дорого? Нет. Натуральный мех или эко-мех? Эко. Вертикальные полоски вытягивают или нет? Визуально – да. Главный аксессуар сезона? Ох, ваша прелесть, замечательный взгляд и красивая улыбка. Маленькое черное платье или длинное в пол? Маленькое черное. Подиум или фото? Подиум. Каблуки или кроссовки? Каблуки. Маленькое черное платье или длинное в пол? Длинное вечернее в пол. Быть модным дорого? Можно и недорого. Натуральный мех или эко-мех? Я в данной ситуации за эко-мех. Вертикальные полоски вытягивают или нет? Однозначно, да. Линии вытягивают. Главный аксессуар сезона? Панамки. Подиум или фото? Подиум. Каблуки или кроссовки? Кроссовки. Быть модным дорого? Нет. Натуральный мех или эко-мех? Натуральный. Вертикальные полоски вытягивают или нет? Нет. Главный аксессуар сезона? Аксессуар? Очки. Маленькое черное платье или длинное в пол? Маленькое черное платье. Каблуки или кроссовки? Каблуки. Быть модным дорого? Нет. Натуральный мех или эко-мех? Эко. Вертикальные полоски вытягивают? Вертикальные полоски вытягивают? Да. Маленькое черное платье или длинное в пол? Маленькое черное платье. Алексей, скажите, пожалуйста, что вас вдохновляло для создания сегодняшней коллекции? Ой, так сложный вопрос. Прежде всего, вдохновляют люди. Я думаю, что и, конечно, экология. Потому что вся коллекция была построена из переработанных материалов. Все эти нюансы, ощущения. Поэтому вот так сегодня это и родилось. В одном из интервью вы говорили, что вы любите нетрадиционные ткани. Скажите, пожалуйста, с каким необычным материалом вам приходилось когда-либо работать и что вы из него сотворили? Вы знаете, как-то сложно сейчас понять, потому что все нетрадиционно сложные материалы. Потому что я думаю, что то, что не применяется вообще в моде, я стараюсь это применять. Это может быть пластик, какие-то салфановые бумаги, шнуры и все что угодно. Что, грубо говоря, так экологический мусор. И я это перерабатываю, делаю. Скажите, пожалуйста, любовь к моде и чувство стиля – это приобретенное качество или с этим рождаются? Это очень сложный такой вопрос, потому что это все зависит от внутреннего состояния человека. Потому что может человек быть очень талантлив и умным. Но я думаю, что это все-таки можно научиться. Но при этом должны быть задатки. Адиля, здравствуйте. Очень приятно, что вы нам уделили немного своего времени. Хотелось бы задать вам пару вопросов. Концепция вашей одежды – это экотрансформеры. Куртка-дождевик легкими движениями рук превращается в рюкзак. Скажите, пожалуйста, как вы к этому пришли? Пришла я к этому, работая на протяжении многих лет за границей. Я очень много экспериментировала, чтобы найти свой стиль именно в дизайне одежды. И меня очень привлекла тема осознанного потребления и экологии. И трансформеры – это мое видение экологичной, осознанной моды. Я создаю трансформеры для того, чтобы показать людям, что можно не выбрасывать одежду, а трансформировать ее в другие виды изделий, как одежды, так и предметов быта. Вы за то, чтобы люди были уникальными. Ваш бренд – это спорт, самовыражение и здоровый образ жизни. Назовите, пожалуйста, еще три слова, которые отражают ваш бренд. Это, конечно же, яркость, так как я всегда использую очень яркие цвета и интересные решения в принтах. Также это уникальность, так как я создаю трансформеры, и мне кажется, это очень интересно и уникально на данный момент. И также очень важное слово, я думаю, это эксперименты. Многие стилисты-дизайнеры пытаются снять с людей черный цвет, хотят одеть его что-то яркое. Скажите, пожалуйста, ваше отношение к черному цвету. Вы любите черный? Я сама очень люблю носить черный цвет, как вы уже заметили. Но в своих коллекциях я люблю экспериментировать с яркими цветами, так как я стараюсь выразить то, что у меня внутри, как художник. Как вы можете описать свой стиль одним словом? Краски, наверное. Что самое важное в образе? Элегантность. Можно ли носить лен в феврале? Я думаю, если гармонично сочетать, то вполне вероятно. А можно ли носить кожу в июле? Это очень рискованно, мне кажется. Вы предпочитаете черный или белый? Черный. Главный аксессуар сезона? Очки. Опишите одним словом свой стиль. Да, комфорт. Что самое важное в образе? Ну, наверное, правильный подбор. Можно ли носить лен в феврале? Ну, я думаю, это только летом. Но можно, конечно, если человек хочет. А можно ли носить кожу в июле? Нет. Если звезды, звезды, это сценический образ, да. Ну, просто слышим жарко, а человек потеет в нем. Сценический. Черные или белые предпочитаете? Больше белые. Главный аксессуар сезона? Маски. Опишите, пожалуйста, одним словом ваш стиль. Мой стиль, классика. Что самое важное в образе? Маска. Сейчас маска. Можно ли носить лен в феврале? Можно, если он плотный. А можно носить кожу в июле? Можно. Черные или белые предпочитаете? Черные. Главный аксессуар сезона? Сумка. Как вы можете описать свой стиль одним словом? Кэжуал, наверное. Что самое важное в образе? Аксессуары. Можно ли носить лен в феврале? Если вы правильно сочетаете с другой одеждой, то мне кажется, что да. А можно ли носить кожу в июле? Тот же ответ. Если правильно совсем сочетать, то мне кажется, что все можно носить. Черные или белые предпочитаете? Черные. Главный аксессуар сезона? Сезонно? Маска. Ну, я думаю, наверное, как раз-таки маска... У Динара Саджан была маска в коллекции? Да, была. Была. Вот, как раз-таки это главный аксессуар сезона. Опишите, пожалуйста, свой стиль одним словом. Удобно, просто. Модерн. Один слов. Что самое важное в образе? В образе настроение. Главное в образе, наверное, удобство и эстетика, когда это сливается, микс. Вот, наверное. Можно ли носить лен в феврале? Не знаю, я не пробовала в феврале. Нет, я не экспериментировал, но если это красиво смотрится, для эстетики, думаю, почему бы и нет. Живем раз. Кожу в июле можно носить? Если только часы, да, не нужно. Я лично не ношу, я лично не ношу. Да, нет, наверное, тоже нет, да. Нет, у меня наушники, по-моему, размерные, как часть стиля, там, эко-кожа, а это другое дело, да. Что предпочитаете, больше черный или белый? Черный. Черный, да. Современная мода весьма демократична, в ней смешалось множество стилей. Понаблюдав за творчеством дизайнеров, каждый непременно найдет что-то свое. Наши дизайнеры не перестают удивлять нас своими нарядами. Но в погоне за модой не забывайте и об индивидуальности, ведь то, что подходит многим, может не подойти вам. Будьте модными и здоровыми. Это был медиарепортаж Гули Макаева на канале Казахстанская Медиа Академия. До свидания. Казахстанская Медиа Академия представляет Медиарепортаж Медиа Академия Медиа Академия